Здравствуйте, товарищи инженеры! У нас могучие фиксики, у вас перерыв на обед, и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики. Это игра-факторио с глобальными модификациями от Боба и Ангела. Итак, в прошлой серии у нас был установлен, собственно, вот этот колхозный цех по производству желтых банок. Он делает их очень медленно, но спешить нам некуда. То есть пока сейчас все будут разворачивать дальше, всю эту нашу базу, они будут потихонечку производить желтые банки и дронами доставляться, собственно, в наши лаборатории. Вот, лаборатория у нас вот в этом месте, я сейчас все тут подготовлю в этой серии. Сейчас, в принципе, смешались у нас рутина, не рутина. Я не знаю, я буду, наверное, их под одним каким-то, ну, под одним общим номером публиковать, потому что уже непонятно. Здесь доставили они тут 4 заводика, чтобы делался у нас, собственно, алюминий. Вот, я что-то думал, что он был поставлен, он, оказывается, был не поставлен, поэтому поручил вот это сделать. Я думаю, никто у нас тут переживать не будет по поводу того, что взяли и поставили вот это вот. Делается оно тут все элементарно. Собственно, как делалось, так и делается. Ну, бокситы вот сюда везутся, дробятся, делаются вот эти кружочки белые, белые кружочки делаются в квадратики, квадратики делаются в жижу, и из жижи плавим слитки. В принципе, все довольно понятно и доступно. Дальше у нас было сделано вот это вот. То есть, сейчас мы можем добывать термальную воду. Я сейчас ее подключу, ну, по крайней мере, хочу подключить, и начать из нее гнать титан, чтобы особо тут пока не заморачиваться. Это тоже, конечно, такой полуколхозный, полувременный метод. Но, в целом, вот у нас джамбейс, можно уже констатировать, констатировать, что она у нас готова. Есть небольшой мол, и какие-то дроны летают. Вот, и какое-то колхозное производство всякого. То есть, это база, от которой можно дальше уже будет сейчас плясать. Делать нормальный мол, что-то куда-то там разрастаться и так далее. Потому что до этого это было сделать довольно тяжело. Ну, надеюсь, понятно. Да, вот еще были фиолетовые банки сделаны. Они делаются тоже элементарно, печка, бур, все вместе, готова банка. Ладно, продолжим тогда. Так, я для начала возьму паровоз. Ну, паровозы я не хочу использовать, которые в Ангеле. Они потому что какие-то читерные, больно. Хотя, не знаю, может быть, и можно было бы их использовать. Ну, вот такого вот стиля, желтый. Они у нас находятся вот здесь вот. Эти локомотивы, тут цистерны еще. Они просто больше возят, чем обычные. Ну, по крайней мере, обычные сундуки. Так, паровозец. Мне придется сейчас, наверное, его, может быть, руками скрафтить. Не знаю. Так, а что у нас? Что у нас в двигателе не делается, а? Твердотопливный двигатель? Почему его нет? Твердотопливом двигателе. Серьезно? Нет шестерен? Почему нет шестерен? Нет железных пластин? Почему нет железных пластин? Потому что все в сундук идет. Так. Это все круто, конечно. Давай-ка вот так вот сделаем. Так. Здесь у нас... Надо буфер на зеленый сундук. Так, и тут надо, наверное... Это что, если больше тысячи? Вот этого товарища нужно включить в работу только в том случае, если пластин здесь меньше, чем, скажем, тысяча-две... Если пластин меньше, чем четыре тысячи железных, то тогда он работает. В противном случае он не работает. Нужно, чтобы дроны сюда остатки несли. То есть это такой стандартный буфер и ванильный. Где ты? Где ты, пластины? Вот так нужно сделать. То есть как только в этом сундуке станет четыре тысячи, погрузчик перестанет работать туда. Ну, мини-лоудер. Так. Как только он перестанет работать, сюда еще дополнительно дроны будут весь остаток закидывать. А так, в принципе, хватает производства здесь. Я понимаю. Я надеюсь, понятно, почему. Я-то понимаю. Я надеюсь, вам понятно, почему так сделано. Ну, тем, кто вдруг не знает. Я, к сожалению... Так, давайте-ка это все в хозяйство. Вот сюда вот уберем. Все эти Z-дроболки мне сейчас не нужны. От слова вообще не нужны. Аккумуляторы. Какие-то камни не нужны. Каменная подземная труба. Подземные трубы мне нужны, конечно. Сейчас, тем более, мне придется подключать. Так, уголь-то убираю. Эти схемы убираем. Это убираем лишнее. Топливо тоже вон. Так, слиток мне не нужен. Этот мне не нужен. Брикеты кокса тоже убираем. Я хотел сделать запрос, но что-то так и не сделал, к сожалению. Пательная стойка. Так. Это мне тоже не надо. Наверное. Хотя, может, конечно, эти контроллеры пригодятся в пакетнике делать. Ну, или что-то там еще. Но, не знаю. Наверное, нет. Так, убираем. Я хотел запрос сформировать. Блин. Ну, давайте сделаем. Так. Кривые трубы. Каменная подземная. Палтос. Дальше. Каменная. Все-таки это у нас рутина, поэтому имею право немножко здесь потупить. Так. Отсюда. Тебя убираем. Бур. Мне, в принципе, не нужен. МК-2. Какие-то достижения у нас тут летят непонятные. Опять же, такое количество мне проходных тоже совершенно абсолютно не надо. Так. Это мне не нужно. Шелезнодорожная станция. Не знаю, пригодится мне или нет. Пускай пока в кармане лежит. Так. Такое количество конвейеров мне тоже не надо. Ну, запрос. Буду по мере как бы надобности своей увеличивать. Так. Ну, что, давайте. Мне нужен твердый движок. Слушайте, а что торможут? Тут вон твердых движков. Капец. Короче, локомотивы. Нужна канистра на колесах. Так. Где ты? Цистерна. Я тебя вижу. Ты, наверное, в жидкости где-нибудь. Нет. Вагон цистерны. Вот. Одна. Вообще, сейчас будем возить жижу. Так. Твердотопливный нужно скинуть вот сюда. Вообще, все эти сундуки, вот эти вот железные, какие-то непонятные, их нужно заменить. Вообще, в целом, их на, конечно, на зеленый менять, не на красный. Ну, и делать вот логику, как я здесь показал, вот с этими железными пластинами, чтобы была утилизация. Все, сейчас она потихонечку все работает. Все, в принципе, окей. Так. И что там? Цистерна сделалась? Надеюсь. Да, цистерна готова. Так, дальше мне нужно сколько там мне помп потребуется, чтобы подключить. Что сейчас я буду как раз-таки это подключать. Мне нужно производство титана здесь наладить. Из жижи, из нашей. Тут две помпы готовы. На один вагон. Еще мне нужно две помпы скрафтить. Для помп мне потребуется, опять же, твердотопленный, который я за каким-то хреном скинул обратно. Ну, как обычно, все круто, но... Так, помпы. Ань, свай, полицай. Две помпы берем. Так, это скидываем. Сейчас красотища, да? Дроны летают. О, сразу видно, кто ресурс ворует. Здесь. Ну да, тут тоже смекнули, чтобы у нас буферы работали. Аккумуляторы для транспорта. Да, забыл. Я изначально хотел... Блин. Изначально. Где у меня? Дронстанция, на которой не хватает компонентов, да, всяких разных. А, у меня они есть. В общем, здесь нужно поставить, чтобы дроны летали, и банки фиолетовые и желтые привозили вот сюда, к нашим лабораториям. Чтобы это все нормально работало, нужно немножко тут расширить нашу дронсеть. Это, конечно, плохая тема, то, что я вот так вот очень сильно дронсеть раздуваю. Такого вообще бы не надо делать. Но, учитывая то, что это, скажем так, джамбэйс, я думаю, это вполне оправданно здесь. В данный момент. Так, это сюда. Ну и в целом... Так, в целом здесь нужно сделать, значит, следующее. Так, ну и сюда. И от сюда. Лишние банки вот эти нужно убрать. И тут нужно пустить красным конвейером то, что нам надо. Что? Конвейеры не перемешиваются. Так, ну, тут давай сюда. Вот, и конвейер тут у нас пойдет. Тут оно все нормально по диагонали работает, поэтому берем и отправляем сюда. И здесь... Так. То же самое. Берем и отправляем по диагонали. Вот сюда будем выгружать фиолетовое. И... Так, где мой сундук? Синий. И сюда выгружаем, запрашиваем 50 фиолетовых, 50 желтых банок. А где они? Есть. Продвинутый исследовательский. 200, я не знаю. Пускай 50 будет. И столько же желтых. У меня все равно их столько нет. И тут нужно сейчас их будет тогда выгрузить. Надо просто выгружать их на разную сторону ленты. Но это, в принципе, сделать не проблема. Учитывая то, что у нас кривые манипуляторы, они вполне себе адекватно работают. Так. Флиртующий один и второй. Просто вот так вот ставим. Забираем из сундука. И ты забираешь из сундука. Все. И настраиваем... Как? Фиолетовую банку. А тут желтую банку. Все. Надеюсь, ничего не перепутал. И я надеюсь, сейчас дроны мне принесут желтые банки. По идее... Да. Отсюда они их увезли. Значит, они уже где-то летят по дороге. С этими самыми банками. Да. Вот они понесли. Желтые банки. Замечательно. Сейчас лаборатории тут на выхватывают. Все у нас начнет работать. Делаем тогда исследование. Значит, желтые банки у нас появились, фиолетовые банки появились. Для начала... Блин, мне вообще нужен реактор. Костюм. Так. Портативный термоядерный реактор. Вот. Вот эта тема. Так что, начинаем исследование. Дальше надо будет доделать персональные дронстанции человеческие. Изучить скорость дронов. Строительных поставить дронов производства. И добавить ноги. Чтобы у нас персонажик побыстрее бегал. Потому что то, что сейчас происходит, это трешак. Очень медленно все. Ну его нафиг. Ну и естественно, как бы скорость производства желтых банок, она очень низкая. Поэтому термоядерный реактор будет изучаться очень долго. Ну, в принципе, что нам? Нам, что нам кабанам, да? Куда нам спешить? Нужно сейчас... Так. Нужно сейчас поставить производство... Не производство. Нужно поставить паровоз. Так. И поставить канистру. То есть, значит, станция у нас... Спанс. Так, у нас будешь аут. Я не ставлю здесь ЛТН-овский паровоз. Смысла нет, потому что у него... Так, у нас будешь аут. Аут. Термал. Квадрата-то у нас 12.11. 12.11. 12.11.8. Вот аут. Термал 12.11.8. Поезду, значит, задаем расписание. Так, аут. Количество жидкости. Я вот не помню. То ли тут по количеству... Ну, вообще, по идее, полностью пуст надо ставить. Чем количество жидкости. Или жидкость меньше. Полная разгрузка. Так, и сюда нужно ему накинуть запрос на топливо. Топливо у него будет... Сюда. Тут будет твердое. И здесь я запрос, опять же, на твердое топливо сделаю. На один стак. Этого достаточно будет. Зачем я сундук снабжения ставлю? Я. Что я делаю? Сундук запроса. Чтоб гарантированно, никакая фигня сюда не прилетела. Так, ну тут можно пакетником его, в принципе, нагрузить. Вот. Поставить. Это так. И... Что-то у меня тут... Дрон-сеть, да? Немножко не достает. Все, сейчас паровоз заправит у нас. И следующая станция, куда нужно будет поехать. Хотя можно пока что не ждать, пока его заправят. Станция мне нужна будет... Аут. Блин. Ох, хрена здесь вот это понаставлено. Тут, я надеюсь, ничего нету. Так, ну да, это вроде как все пустое здесь. Станция, значит, тогда вот это будет. Здесь труба. Тут будет цистерна. Станция Фасмик. Станция Фасмик. Что, поехали? На станцию Фасмик. Так, единственное, что я бочки с собой взял большие. Нет, бочки есть. Ну, резервуары. Да, что-то при отдалении уже ФПС проседает. Ну, сейчас у меня, правда, 4К стоит. Вот, я не знаю. Ну, как я уже говорил, если будут проблемы, я до 2К даунгрейд сделаю по разрешению. Тогда, в принципе, проблем, я думаю, меньше будет. Хотя, это, конечно, не точно все. Тут в любой момент могут проблемы начаться с производительностью. Мне это вполне следует понимать. Так, ставим сюда. Здесь у нас 2 насоса идёт. Так, насосы. Я же вас делал. Вот он. Компы сразу у нас прикрепились. Станцию нужно переименовать на Out. Нет, на In. Ждите, я ту станцию неправильно назвал. Она должна быть In у нас. Сейчас переименуем. In Thermal. Это будет Out Thermal. Out Thermal, так, это у нас квадрат 13, 10, 4. 13, 10, 1, 2, 3. Да, всё верно. Потому что мы договорились In и Out делать относительно станции. Да, мне договорились сделать Load on Load. Да, блин, не знаю. Мне это не очень удобно. Можно, конечно, и так было сделать. Ну, да ладно. Как сделано, так сделано. Переделывать ничего не буду. Так, ты серьёзно, ящик? Что за станция? Да, портативный реактор вообще еле-еле идёт. Потому что банки очень-очень-очень медленно делаются. Так, пошло. И здесь нужно поменять логическое условие. Так, отдаёт. Так, условия полностью загружен. Ну, сейчас он отъедет заодно и проверит, что всё работает. Тут, в принципе, и так уже вода накопилась. Вот сейчас у нас будет Титан делаться. Поезд этот может ездить туда до бесконечности. Ну, он до бесконечности, конечно, ездить не будет. Он сейчас эти цистерны заполнить полностью. Точнее, уже моментом вообще вылил. Всё, и тут сейчас у нас в целом Титан должен начать производиться. Ну, серебро я рутил, точнее. Из рутила как раз-таки пойдёт этот самый Титан у нас. Так, вот это хозяйство нужно поменять. На этот сундук. Из этого я просил ещё сделать из термальной воды, чтобы у нас было производство ещё чего-то. Но чё-то, к сожалению, наверное, забыли или фиг знает, или я забыл, или уже сделано где-то было. Ладно, с этим тоже фигня. Так. Я вот хочу посмотреть, какая у нас там... Ну да, ещё один раз, наверное, скатается и будет стоять, пока не опустошится полностью. Меня вот этот момент интересует. Что у нас тут с жёлтыми банками? С жёлтыми банками, походу, нифига. Да, в прошлой серии сказал, что вот эта вот для чего-то там, она нужна для того, чтобы делать вот эти зелёные платы. Она как часть идёт, стеклопластиковая основа. Делается, собственно, вот здесь. Из пластика и стекла. Внезапно, да? Мне интересен вопрос, что у нас там с жёлтыми банками. Они, конечно, очень-очень медленно делаются. Ну, кто бы сомневался. Так, в чём? Ага, они вообще не делаются, потому что электродвигатели не делаются. Либо не поставляются сюда. Сейчас я посмотрю, что у нас с электродвижками. Возможно, нужно увеличить скорость производства электродвигателей. Из этого всё у нас встало. Тут я смотрю, лишнего поубирали. Углерод валяется. Я так полагаю, нужно ещё, наверное, ставить производство дополнительное. Твердотопленный простейший контроллер. Я вот не знаю, простейший он у нас уже куда-то копится или запрашивается. Хотя, в принципе, это несложно сделать. Простейший контроллер у нас где-то здесь. Должен быть сундук, надо его заменить просто. Да, он у нас уже сделан. Ты у нас сработаешь меньше тысячи. Всё замечательно. Значит, можно ставить сейчас дополнительное производство электродвигателей. Потому что твердотопленные, ну, обычные движки механические, они, в принципе, делаются. И тут стоит сундук пассивного снабжения. Соответственно, чтобы всё это быстрее шло. Так. Точнее, чтобы вообще это шло. Нужно вот этого товарища сейчас сюда воткнуть. И пускаем движки клепать непосредственно под ногу. То есть, исключительно вот для этого он нужен. То есть, ставим его сюда. Тут вот так. Здесь ему назначаем. Проще отсюда взять. Всё. И тут нужно запрос поставить на твердотопленный движок и на простейший контроллер. Это, в принципе, обычным сундуком сделать можно. Так. Сюда. 30 мало. Давай 30 на 70. Вообще, можно shift правая, шить левая кнопка мыши назначить. Он назначил, но, блин, просто если такое количество будет, я боюсь, что дроны не будут успевать всё это делать. Поэтому лучше перестраховаться лишний раз. Так. И здесь ставим на красный сундук. Ну, вот, как можно видеть, дрон выхватил и повёз это туда. Вот сюда вот. В то место, где у нас требуются как раз-таки движки на жёлтой банке. Всё. Этот момент, в принципе, починено. Такс. Можно продолжать остальное по чуть-чуть делать. Что-то у нас тут дроны как-то адски залетали. А, ну это сделано на утилизацию. Я им сказал сделать утилизацию вот этого всего. Поменять сундуки, по крайней мере, на красные, на синие, на зелёные. Утилизацию, я не знаю, нужно её пояснять или нет. В принципе, это всё несложно делается. То есть, ну ладно, поясню. Вдруг кто не знает. Ставится зелёный сундук. В сундуке делается запрос. Ну, на определённый какой-то там груз, товар, не знаю. И контроль идёт, собственно, манипулятора через логический провод. Ну, вот как я в самом начале делал. То есть, если меньше ста здесь, вот этих вот подземных, то будет работать манипулятор и будет, соответственно, завод работать. Вот, если их не меньше ста, то дроны будут сюда таскать до количества в 3К. В зелёный сундук. То есть, это схема утилизации. Здесь, наверное, то же самое сделать было бы. Ну, тут вообще везде нужно такую схему утилизации делать, чтобы всё лишнее перерабатывалось в более высокий тир. Что иначе потонем просто в избытках. Вообще в бесполезных причём, которые никак не используются. Так, слушайте, а мне зачем вообще радары МК-2? Давайте их уберём куда-нибудь. Ими не нужны. Радарами у нас сейчас фиксики ведут, чтобы мне этим не заниматься. Это я тоже уберу. Такс. Меня вот сейчас интересует, что у нас там с жёлтыми банками. Ну да, жёлтые банки делаются потихоньку, движки тоже возить начали. Можно, в принципе, даже, наверное, было бы поставить не один, а два заводовой. Ну, ладно, я думаю, хватит. Тут расходы вообще минимальные какие-то идут. Так, а здесь? Ну да, тут работает. Очень медленно идёт. Ну, по крайней мере, идёт. Так, хорошо, давайте так... Всё, на это можно внимания пока не обращать, оно всё тут налажено. Фиксики занимаются оптимизацией. Мне нужно заняться производством нашего мола. Нового мола, где всё будет делаться. Единственное, что я всё думаю, как мне его начать делать. Потому что мола вещь такая нужная. Вот, железную дорогу, наверное, у меня была мысля в каждый вот этот квадрат вывести ЛТН-станции сюда, сюда и сюда. И мол, сам начать где-то вот здесь вот делать. То есть, он будет занимать весь вот этот вот центр, вот этого всего. Можно, конечно, вот отсюда начать делать. Учитывая то, что я пока не знаю, как его сюда вот в этот центральный квадрат впихнуть. Потому что этот центральный квадрат я бы хотел сделать... Ну, то есть, вот это место фиксиковое стартовое перенести вот сюда. А здесь потом всё это убрать и утилизировать куда-то. Потому что оно сейчас тут мешается. Ну, вообще, вот этот квадрат зачистить и куда-то потом... Не знаю. Куда-то его снести, короче, полностью. За ненадобность. Потому что нужно будет экспансию делать на базе. Так, по поводу схемы, значит, в моле. Схема топорная, просто обычная, обычная тупая схема. Тупее некуда это называется. Так. Просто размножается в сторону, влево-вправо. Единственное, что может быть только дронстанции здесь не надо. Потому что можно ставить зарядки обычные. Но... Локомотив убил Влад. Здрасте, приехали. Да, я, наверное, схему сейчас немножко переделаю. Ну, в том плане, что уберу дронстанции. Они, конечно, нужны в большом количестве, чтобы дроны там сидели в них. Но подзарядка может осуществляться и в другом месте. Так что схему немножко подкорректирую. Но в схему нужно потом будет добавить... Ну, я вот так вот хочу сделать. В схему потом нужно будет добавить заряжалки. А здесь будут дроны. И они будут чередоваться. То есть, получится такой модуль. Единственное, что не знаю, как он будет чередоваться сам с собой. Вообще, так-то это можно, конечно, было бы тут подчередовать чуть-чуть. Ну, а в целом, допустим... Давайте переключим. Если, например, сделать вот так. Дальше, чтобы оно все хорошо попадало у нас сюда. Так, и тут. Сюда. Сверху основные производства, в принципе, повесить на ленты. Ну, то есть, ленты сюда подвезти. Железо, медь, что там еще потребуется. Все остальное дронами будет тут делаться. Дроны, они... Когда их дофига, они, в принципе, будут успевать. Пускай сидят там. Так, и вообще... Не знаю, смещать схемку, не смещать. В принципе, и так сойдет. И так нормально. Другое дело, что это можно, конечно, наверное, немножечко... Знаете, что сделать? Так, где она у меня? Немножечко, может быть, продлить. Единственное, что в схему нужно тут попасть. Так, надеюсь, ровно, да, попал? Еще раз. Ну да, как-то так. И здесь остаток, чтобы в лес. Видите, я просто не знаю, сколько у меня потребуется по итогу вот этого всего хозяйства. Всего может и много потребоваться. Так, сюда. Вот это я тогда сейчас затру здесь. Вот, как-то так. И этот массив можно скопировать. Естественно, чтобы руками все это не делать. А здесь можно будет производство настроить. То есть запрос в сундук, производство запроса в сундук, производство дронов. Пускай все это сами делают. Так, в таком случае... Inner Intel L10 мне сейчас не нужен. И я тогда... Эту скопирую. И размножим ее, ну, скажем, сюда. И сюда. Ну и чтобы она у нас как-то, может быть, поровнее смотрелась, все-таки здесь еще один ряд дрон-станций сделать, который идет за, собственно, нашими столбиками. Так, сюда. И сейчас я ее скопирую полностью и сдвину немножко в сторону. Что мне в данный момент не очень нравится, как она выглядит. Так, столб у нас в углу идет. Здесь столба нет. Но тут все запитано, да? Так, сюда. Отлично. Готов мол. Это я тогда все удаляю. И сейчас его нужно будет отцентрировать, чтобы он по красоте у нас тут улезал. Такс. Ну, я не знаю, так нормально, наверное, будет. Я надеюсь, никто плакать не будет. Там столбы, одна клетка от линий, тут одна клетка от линий. Конечно, немножко несимметрия идет с дрон-станциями. Ну, и так сойдет. Все, чудесно. Сейчас нужно сюда, в это место, подвезти, значит, дрон-станции, чтобы дроны начали это все собирать. Я не знаю, там поставлено ли производство красных заводов, сундуков красных, синих. Блин, тут синие, это, может быть, имело бы смысл на пакетнике поменять. Хотя, ладно, тут сверхмощностей, производственных так-то не надо. Я, опять же, ставлю гигантское количество, потому что я не знаю, сколько потребуется. Я надеюсь, это все понимают. Так, здесь. Чтобы у нас хоть какое-то производство пошло, я это сейчас все подключу. Дальше это все можно будет разобрать или сделать как-то покрасивше, не знаю. Сейчас мне это просто нужно в работу запустить. Сами дрон-станции. Так. Здесь, значит, делаем. Ну, пускай как-то так будет. Все, с этим чуть позже разберемся. Так, сейчас нужно дронам японской городовой дрон-станции кончить. Так, а что мне на это не хватает? Зарядная площадка дронов? И, в чем проблема, вроде все есть. Контроллеры на транзисторах. Спасибо, игра. Сейчас вообще все понятно стало. Сразу жалко, не пишется. Стальная балка. Стальные балки, кстати, можно запрос сделать. Так. Где они у нас тут? На 200 стальных балок. Так, дальше мне там что-то требуется. Ну-ка, пока дроны несут. Так. Это. Медные. Сюда. Дальше. Разноцветные микросхемы мне потребуются. Этих 200. Этих 200. Сейчас все равно достаточно много в кармане крафт всякого происходит. Поэтому заказать как бы ничего такого постыдного, я думаю, в этом нет. Так, дроны. Ну, что там, скрафтились, нет? Все, сейчас нужно производство дрон-станций, наверное, наладить. Чтобы они начали сюда летать. И нужно будет подвести ленты или что-то еще, чтобы склады были, может быть, где-то сверху. Вот здесь основные, потому что я планировал на поездах сюда-то подвозить. И будем что-то придумывать. Далее. Так. Станции вроде как готовы. Так, сюда одну. Сюда можно одну. Так. О, полетели. Так, и мне нужно поставить производство строительных дронов. Чтобы все это у нас начало работать. Потому что одних только транспортных. Нам тут маловасто будет. Так, под строительных дронов мне придется немножко схему поменять. Оно, в принципе, похоже все, но... Но, но, но. Так, строительный. Блин. Проще сюда, наверное, раскидать. Оно в целом... В целом все то же самое. Так, здесь у нас... Это у нас захват транспортного дрона. Тут захват строительного дрона. Так, нет. Там не захват будет. Инструмент строительного дрона. То же самое. Сталь, шестерня. То есть, я тут вполне могу вот так вот выставить. Так, нет. Что ты делаешь? Ты сюда, ты сюда. Вот. И сталь можно выхватывать отсюда. Так. Дальше. Здесь у меня потребуется, значит... Так. Захват. Дальше каркас потребуется. И вот эта плата. Плата, наверное, куда-то сюда пойдет. Может быть. Так, модуль управления строительного дрона. Все то же самое вообще. Сюда. Сюда. Так, тут что у нас? И белый компонент. Вот, модуль управления. Сейчас транспортный дрон есть. Можно вообще все это сразу выгружать. Чтобы тут особо не заморачиваться. Так, это готово, это готово. И остался корпус. Так, на корпус... Мне строительных дронов в таком конском количестве не надо, в каком я произвожу транспортных дронов. Потому что они тут таскать будут. Так, а для корпуса мне потребуется... А, ну здесь обычный каркас идет. Если я ничего не путаю. Каркас у нас прямо здесь делается, поэтому я вполне себе могу... Так. Сколько у меня в системе дронов вообще? 1100 логистических. Надо, наверное, временно приостановить. Так. И направить это все хозяйство на производство транспортных. Транспортный можно поставить сюда. Так, каркас. Так, где у нас... Блин, винда мне опять сообщениями спамит. Как обычно. Вот, строительный. Тут можно, конечно, адски длинными манипуляторами было бы забабахать. Но мне, честно говоря, что-то лень этим заниматься. Этими мега адски длинными манипуляторами. Хотя... Хотя почему бы и нет. Так, один-два. Один-два. Да, крэйзи схемы, конечно. Капец. Ну, по крайней мере, оно будет работать. Да. Вот он, ад-перфекционист. Так, что там с каркасом? Строительный дрон. И его нужно выкладывать... Наверное, тоже сюда, в дрон-станцию сразу. Так, в дрон-станцию. И выкладывать его нужно, немножко учитывая логику. Так, то есть, станция мне, считаясь... Дает статистику по дронам, как бы, всего строительных дронов Т. То есть, работает он до тех пор, пока Т... Так, где он? По КТ меньше. Ну, сколько мне там строительных надо, я не знаю. Пускай будет 400. Все, он сейчас строительных дронов до 400 догонит. В принципе, пока что хватит. Чтоб тут особо сильно не заморачиваться. Так, транспортные пока стопанули. Тысячу пока хватит, я думаю. Строительных два дрона. Строительные сейчас пойдут у меня мол собирать. Вот сюда. Что такое? О, первая жертва ленты. Первая жертва адской системы, да? Лент. Тут, кстати, так не доставили столб. Ну, тут термальная вода, в принципе, дофига так надо инспекцию сделать. Термальная вода. Здесь ее дофиги сейчас. Так, тут у нас золото 1,4. 860. Ну, я так понимаю, тут потихонечку-потихонечку оно делается. Ну да, 41. Медленно, конечно. Главное, фиг с ним. Главное, работает. Надо, наверное, потом будет какое-то нормальное производство вот этого всего собрать. Потому что дронов нужно будет улучшать потихонечку. То, что сейчас, это, конечно, не знаю, какая-то система. Я так смотрю, движков не хватает немножко. Ну, если я вот это... Вот это вот сейчас сюда запрос на движок сделан электрически. Я боюсь, что мне не будет движков хватать на желтый банк. А я бы не хотел этого допускать. Я все же хочу, чтобы у нас желтые банки делались, но они что-то не делаются, да? Что, наверное, на этот раз не хватает? Сейчас, блин, момент такой, наверное, в игре он станет, когда придется очень много инспекций всякой разной делать. Так, слушайте, а где у нас фиксики? Чем не занимаются? Бабмониум склад. Охай. Может, они отвалились уже тут? Что-то я их не наблюдаю. А, вот они у нас где. Влад Алекс у нас заливает бетонем все эти цеха. Постепенно цеха, как я уже говорил, будут переделываться. Мне нужно сейчас посмотреть, в чем проблема у нас с желтыми банками. Я помню, что там было пять ингредиентов. Не хватает у нас модулей скорости. Почему? Нам не хватает модулей скорости. Блин, чуть-чуть осталось до портативного термоядерного реактора. Потом можно будет зеленые микросхемы копить. Там их сколько? 250 вроде нужно на реактор на один. Я не помню, надо посмотреть. Давайте посмотрим. Ну да, 250 контроллеров. Они у нас производятся. Тут небольшое производство колхозное есть. Я прямо аж уже в предвкушении. Когда? Когда уже, наконец? Так, модули скорости. Слушайте, а чего вы не производитесь? Вы же прямо здесь должны производиться по месту. В чем проблема? Блин, зря я бежал. Просто уже в предвкушении, когда появится экзоскелет, персонажик будет гораздо быстрее бегать и появится нормальный гром. Нету каркаса модуля, да? Каркаса модуля нет, потому что нету пластиковых брусков. Так, так, так. Что у нас тут произошло? Ну я еще с ЛТ нам задам тогда пластик. Тут в принципе... Так, ты у нас... Кринь, стоп. Слушайте, а у нас пластик через ЛТ вообще возится или нет? Нет, пластик у нас без ЛТ идет. Да, придется сейчас тогда настраивать еще и пластик сюда. Пластик в принципе можно грузить вот в этот бак. А, здесь у нас... Вот, вот сюда. Можно погрузить пластик. Он будет у нас считаться как снабжением для пластика. Да, давайте туда съездим. Я сейчас сразу запрос в 500 пластика сделаю. Ну, или сколько там сделать? Ну да, 500, наверное, достаточно будет. ЛТ-нский паровоз привезет его, в принципе. Они, по идее, все в одной сети находятся у меня. Во второй. Так что проблем с этим не будет. Собственно, вот, делаем запрос на пластик. Мне сейчас игра, конечно, ругаться начнет, то, что у нас пластика нет в системе. Правда, уже какой-то запрос работает. Не знаю, какой. Но работает. Так, я сейчас пластик в систему отправлю. Как раз-таки внизу туда. Надо мне на свой розовый пони сесть. Розовый пони – это мой паровозик. Кто вдруг не знает. Станция у нас снизу. Брамбар. Ну что, пластик, ты готов? Или ты не готов? Сколько здесь вообще? О, тут полно вообще. Цела куча. Так, тут в целом, давайте-ка, тянем концы. Ну да, нет пластикового бруска, второй сеть. Нетворк у нас вторая, как раз-таки. Сейчас мы пластиковые бруски сюда подадим. Так, пластиковый брусок. Значит, сюда можно поставить обычный мини-лоудер. Вот такой вот. И работать он должен до 500 пластика. Так, пока пластик меньше. Ну, пускай даже… Подожди, сколько у нас тут першел поставлено снабжение? Так, першел сотка. Работать этот братан будет… Ну, давай 550. Пока меньше 550. Так, и пластик выгоняем. Тогда отсюда. Тут, в принципе, то же самое. Чтобы быстрее ехало, делаем вот так. И сюда. Кто-то мне где-то говорил, что у меня тут что-то где-то не подключено. Давным-давно. А я, правда, совершенно забыл. Сейчас приехал сюда и вспомнил. Только я хрен знаю, что не подключено. Потому что я не помню. Это опять ситуация получится. Что я комменты прочитал, я их вижу. Типа, окей, да, поменяем. Потом проходит неделя, я забыл. Что-то где-то… Ладно, не суть важно. Работает и сойдет. Что-то паровая труба какая-то была не подключена. Вот это вот. Вот она. Нашлась труба. Как жаль, что ты наконец-то заработала. Да. Спасибо всем подсказавшим. Бак исправлен. Так, ну и что? Запрос-то будет, нет? Нет. Там, наверное, уже какой-то запрос в работе просто. Ну да, вот. Пластмассовый брусок. Запрос произошел… А, здесь уже привезли пластик, да? Его, точнее, уже растащили. Слушайте, а дроны тут неплохо его растаскивают, этот пластик самый. Ну я на этом паровозике не поеду, я поеду на своем. Все, вот вам, пожалуйста, логическая… Логистик трейн-нетворк по всей красе работает вполне себе. Четыреста запросил. Только что, четыреста, по-моему, там запрос… А, ну да, там сотка пластика оставалась, и ему не хватало как раз четыреста до пятисот, потому что запрос в пятьсот стоит. Он четыреста и загрузил. Я надеюсь, там нигде нету какого-то гигантского запроса на пластик в сундуках. В принципе, там везде должно максимум по двести запрашиваться. Хотя скоро настанет ситуация, когда мне мощностей вот этого завода будет не хватать. Тут сейчас, потому что такое адское администрирование идет, так, паровозец. Ты можешь ехать. А мне нужно посмотреть, что у нас происходит. Так, пластик везут. А этот пластик вообще куда? Ага, этот пластик сюда. Он у нас на микросхемы идет. Да, тут сотка запрошена. Собственно, вот на эти, на контроллеры, на интегральных схемах. Я не знаю, надо ли нам такое гигантское количество их. Давайте ограничим. Опять так. Нет, подождите. Нам нужно на один костюм. Так, на один костюм нам надо двести пятьдесят. Да, тогда ограничивать не нужно. Потому что это сейчас не на костюм, а на реактор. Это на реактор и все пойдет. В том числе. Ачивки продолжают меня бомбить. Вот я смотрю потихонечку. Так, ну что, продолжилась у нас работа. Да, работа пошла. Пластик приехал. Ну, замечательно. Так, желтые банки поехали. Да, сейчас реакторы доделаем. Ну, собственно, как я и говорил, все это очень долго. Ну, все были к этому готовы. Так что ничего страшного в этом нет. Так, с... Эту хрень можно отсюда тут вообще разобрать. Зачем она здесь? Непонятно. Зачем тут 117 тысяч камня? Какой тут цель вообще лежит? Это мне не надо. Это мне не надо. И это мне тоже не надо. Вообще-то надо было давно все разобрать. Ладно, сейчас пока рутина. Я думаю, наверное, немножко поразбираем. Небольшой отдых тут от проектирования и отладки. Иногда нужно отдыхать. Так, убираем. А, у нас этим начали заниматься дроны. Но нано-боты вообще этим заниматься не хотят. Внезапно у нас появились строительные дроны, и они, собственно, этим и занимаются. До тех пор, пока здесь нифига нет. Да, как-то не хаотично расставляют. Расставляли бы постепенно, по крайней мере, чтобы электричество подцепить. Я вот не знаю, правда, столбы вообще производятся или нет. Мелкие. Блин, этот молд тут будет несколько серий делаться. Надо сюда, кстати, еще опять же, да, подвести ленты будет. Вообще, ленты, конечно, я подводить не особо хочу. Я бы предпочел бы, так, в обмоним склад. Я бы предпочел все-таки, да, здесь въезд сделать. И ЛТНом подвозить уже необходимый материал. То есть плиты там какие-то, не знаю, железные, медные там, сталь, всякую фигню. Чтобы не колхозить, наверное, так и нужно будет сделать. Это, в принципе, правильнее, наверное, будет. Причем заниматься фигней какой-то непонятной. Ну и дроны, опять же, пускай летают. Как им тут угодно. Можно и на эту сторону подвозить. Не суть, важно куда-то подвозить в целом. Можно и сейчас со всех сторон подвозить. Единственное, что я не знаю, насколько хватит мощей вот этих вот всех. Так. Тут в целом, опять же, тоже покрытия дрон-сетью хватает. Так что это можно разбирать. Так. Тут что у нас? Какие-то остатки непонятные. Это тоже разбираем. Не знаю. Это можно разобрать. Тут какая-то старая медь идет. Так. Это что у нас? Деревянный сундук. Есть у меня фиолетовый вообще сундук? Так. Фиолетовый у меня есть. И нужны, наверное, еще дрон-станции. Не хватает тут дрон-сети немножко транспортной. В смысле логистической. Строительная она вроде как есть. Вот логистики чуть-чуть не хватает. Надо поставить производство дрон-станций. Так. Куда я зашел? Не туда. Производство дрон-станций. Какой-то колхозный, наверное, не знаю. Так. Это пускай делается. Тебя нужно подключить. Да, нужно заказать столбов. Столбы, походу, нифига не производятся. Либо уже все израсходованы. 50 столбов. Большие вроде как есть. У. Что-то фпс вообще жестко проседает. Дроны залетали. Надо... Ну, надо... Дангрейдис на 2К. 4К, к сожалению, уже перестает тянуть график. 1080 Ti-карт. Вообще, не как просто. Я не знаю, что с этим делать. Ну, в принципе, знаю. Понизить. Наконец-то. Наконец-то у нас готов портативный термоядерный реактор. Так, где ноги? Экзоскелет. Так. Экзоскелет. Оборудование экзоскелета. А, оно у нас уже есть, да? Оборудование экзоскелета 2. Оно у нас требует... Экзоскелет 1, титан, титановая шея, инопланетный материал. Серьезно. Ну, инопланетный материал, в принципе, крафтится. Контроллер на микропроцессоре, вот этот синий, я не знаю. Мы еще вроде как его не делаем. Ну, да. Требуется под него микропроцессор, многословенная плата, припоя. Это, в принципе, все у нас есть. Это можно на колхозе, слиток золота тоже есть. Позволоченный медный провод. Это не проблема. Нитрит кремень у нас имеется. Стеклопластиковый медный раствор хлорного тоже имеется. Процессорный контроллер модуля. В принципе, тоже имеется. Можно его исследовать, было бы. Вот, но я думаю, что пока что достаточно и хотя бы первых ног, потому что это все очень много ресурсов хавает. Учитывая то, что у нас тут и фиксиков, и яда кучи, и все подряд, и все туда-сюда. Скорость рабочих дронов. Я так полагаю, в рабочих и строительные входят и транспортные. Транспортных и строительных. Ну, да. Так что сейчас вот это хозяйство. Начинаем исследовать. Штанок пока что хватит. Все, можно в принципе делать модуль. Ну, не модуль, модуль у нас уже есть. Не знаю, реактор влезет сюда или нет. Так, давайте посмотрим. Да, нифига тут не влезет. Следующий грейд брони у нас идет силовая. Хотя я бы, конечно, наверное, силовую МК-2 взял. Размер сетки оборудования 7х7 в этой броне. Реактор у нас занимает. Ну да, здесь уже хотя бы одни ноги можно поставить. Так, слушайте, а где у нас МК-2 броня находится? Пакет исследования логистики. Что я поставил? А я же пакет этот делать не могу. Блин. Как всегда у меня, да? Вот красный и вот этот фиолетовый. Я не знаю, какие-то цвета. Они все похожи. Оно... Блин, и здесь тоже. И тут, и здесь логистика. Надо будет, наверное, в следующей серии сделать пакет исследований логистики. Наколхозить микросхемы, пускай оно изобретается. Потому что в данный момент, ну, трешак получается. Не можем делать. Производственные пакеты готовы. А вот это само нифига не делается. Да, надо тогда исследования поменять на что-то. Странная бронстанция 2. Я не знаю, что мне тут пригодится вообще в целом. Ладно, давайте продвинем эту электронику делать. Пофигу. А вот этот вот новый пакет, где он тут? Я думаю, сейчас, наверное, с фиксиками обсудим. Если они еще спать не уйдут. Пакет стальной сундук, флиртующий манипулятор, каркас дрона и скоростной конвейер. Это все делается вообще без проблем. Пару сундуков. Скоростной конвейер у нас делается из жижи, которая у нас уже привозится. То есть, грубо говоря, можно вот в этом месте, прямо где я стою, это все заполхозить. Мелкое производство. Шестерня быстрая и смазочная жидкость. То есть, я попрошу фиксиков, наверное, чтобы они где-то вот здесь вот развернули это производство. Отсюда можно будет выдрать смазку. Выдрый в гетрах, в недрах тундры. Вот сюда вот их поставить. Ну да. И нормально будет. И в таком случае можно будет эти логистические пакеты изучать. Точно так же медленно. Смысл тут куда-то отрошить. Ну, я надеюсь, вы понимаете. Если я тут поставлю... Насколько долго собирается этот мол? Он будет годами сейчас собираться. Но его соберут. Однозначно. Но за это время успеем исследовать. Часть некоторых каких-то наук. Так что нужно будет задание выдать. Задание, в принципе, я выдам. Сделаю точно так же, как здесь было сделано. Ну, или я сам сделаю, я еще не знаю. Потому что вот это вот из четырех сундуков я просто смысла не вижу показывать. Ну, поставлю я его. Ну, вот куда. Ну, это настолько элементарная вещь, что мне на нее даже времени тратить не хочется. Хотя я об этом сейчас рассказываю и трачу на это время, да? Забавно. Что ж, серию на этом буду заканчивать. Если строительство данной макаронной фабрики вам интересно, обязательно поддерживайте его лайком. Рассказывайте об этом друзьям. Кто хочет поддержать посерьезнее, прошу проследовать на Patreon. Ссылка в описании есть. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok